Ну, у нас пока все стабильно, оккупанты зарываются усиленно, строят укрепительное сооружение. Действительно, как вы и сказали, выключают интернет, все глушат. Так чуть-чуть развилось более активно партизанское движение, в некоторых громадах даже полицейским машинам режут колеса, поэтому сейчас ужесточились проверки, останавливают людей на улице, просто могут проверить телефоны, посмотреть, какая там есть информация, переписка, фотографии, возможно. Ну и готовятся они все-таки усиленно к тому, чтобы держать оборону. Плюс, вот как мы уже вчера видели, начинаются внутренние разборки. Был уничтожен генпрокурор, так называемый ЛНР. Но я думаю, что это внутренние просто разборки между ним и гауляйтером Луганской области и пасечником. Сергей, скажите, пожалуйста, накануне Владимир Путин заявил, что основной целью войны является освобождение всей территории Донбасса. Что вы об этом думаете? Ну, а как же денацификация? Что же там с демилитаризацией? А как же с референдумом в Херсонской, Запорожской и других областях? Смотрите, ну весь мир уже понял, что такое себя представляет Путин. Мы даже можем наблюдать замечательные, так очень приятные для нас вот эти визиты его к другим главам государств. И когда раньше Папа Римский или Королева ждали его по два, по четыре часа, а то теперь его заставляют ждать Киргиза, например. И он скромненько стоит, потирает там ладошечки потные, и ждет, пока к нему соизволят прийти. И это не единичный уже случай. Поэтому, ну то, что они заявляют, но они заявляют постоянно. У них, давайте вспомним, даты постоянно какие-то там просыпаются. Вспоминают там внучатую племянницу Крупской после того, как им удавалось взять какое-то село. Ну, теперь уже и даты ушли на второй план. Уже нет 11 сентября, уже нет ноября, у меня уже нет такой автономной республики Новороссия. Поэтому его заявления, их во внимание принимать особо не стоит. Я хотел бы уточнить по поводу, вот вы начали говорить о взрыве, так называемого генпрокурора террористического ЛНР. То есть вы считаете, что это разборки. Ну, просто как бы там параллельно, скажем так, происходили похожие события и в Херсоне, и в Бердянске. Какая-то паника присутствовала после этого взрыва, по вашей информации, среди оккупационных чиновников? Смотрите, почему я считаю, что это разборки? Дело в том, что буквально накануне, перед этим взрывом, вот пасечником были задержаны бизнесмены, которые имели отношение к генпрокурору. Их там бросали в подвал, к ним применяли репрессии и добивались от них, чтобы они дали показания именно против генпрокурора. То есть там внутренние были свои определенные какие-то интриги. Ну и, собственно говоря, возможно, они вот так вот и закончились. Паника там давно, на самом деле. Паника у них как раз началась очень активная после харьковских событий. Очень многие коллаборанты уже выехали. Многие просто, как говорится, на низком старте. То есть собраны чемоданы. У некоторых семьи уже отправлены в Россию. И они тоже ждут, вот как только поймут, что пахнет жареным, все, сразу прыгают в машины и едут в сторону России. Но вот тут интересный момент. Очень многих коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, при попытке выезда с территории Луганской области развернули обратно. И они сейчас сидят по селам каким-то вдоль там российской границы и ждут момента, чтобы все-таки вырваться. То бишь их не выпускают. Вы писали также, что российские военные покидают позиции в городах, которые были захвачены еще в 2014 году. О чем это говорит? Ну, у них пока еще до конца непонятная ситуация, кто на самом деле будет держать эту оборону, когда вооруженные силы Украины уже так полномасштабно пойдут в наступление и начнется деоккупация Луганской области. Возможно, они просто оттягивают именно российские войска, которые состоят из контрактиков, например, а на передовую, вот как пушечное мясо, поставят защищать этот отход вагнеровцев и так называемые ЛНР-ДНР. Кстати, у них тоже по этому поводу есть определенный скандал, выполнение, потому что так называемые войны, так называемые ЛНР не очень хотят воевать за дружественную республику ДНР. Я вот тоже хотела уточнить, вот за шесть месяцев войны, ведь очень часто приходила информация о том, как буквально вылавливают людей в так называемых ЛНР и ДНР. Там еще осталось кому-то воевать и держать оборону? Ну, посмотрите, в Ордло есть еще люди, которые просто сидят реально по полгода по подвалам, по чердакам, где-то закрывшись дома, не высовываются, потому что они даже из своих окон видят, что происходит на улице, когда действительно хватают мужчин, бросают их в автобусы и потом уже дальше, ну, увозят в непонятном направлении, но все понимают, что это военкоматы, оформляют документы и их отправляют на передовую. И тут за полгода уже было несколько этих волн, были патриотичные, были потом в добровольно-принудительном порядке, потом это было уже практически в качестве обмана, как ловушки, просили там и устроиться на работу в коммунальные предприятия, и давали помощь в школах, но при условии заполнения анкет с данными родителями, и там уже потом искали мужчин. Ну и сейчас мы все видим, что они уже пошли на крайние меры, они просто ездят по тюрьмам и оформляют в этой армии своих зэков. Ну, вы сказали, что не хотят воевать мужчины из так называемой ЛНР за ДНР, ну, тут, мне кажется, все вот очевидно и понятно, другая культура, другой язык, как бы зачем? У меня уточнение, есть ли у вас данные, вот недавно был бунт в Луганске, когда вернулись эти так называемые воины или боевики, и их пытались отбить жены, матери, там, дети, то есть не пускать на войну. Удалось ли им отбить, удалось ли их отстоять, чтобы они не воевали их, чтобы не забрали на фронт снова? Да нет, ничего там не удалось. Да, бывают ситуационные такие всплески, какие-то бунты жен, но на самом деле принципиально это ничего не решает. Более того, на сегодняшний день для того, чтобы не было вот таких бунтов, и чтобы, не дай боже, мужчины не удрали с армии, этих воинов даже не отпускают в отпуск. То бишь, если даже положено, если он там где-то отвоевал 4 месяца и чудом выжил, и пытается пойти на заслуженные какие-то там не те люди отпускных, то их не отпускают, потому что понимают, что они просто банально не вернутся. Ну да, а тех, кто не хочет возвращаться, давайте мы продолжим вашим заявлением о том, что только на участке трассы Старобельск-Луганск отмечено около 300 гражданских автомобилей, преимущественно с государственными мирными знаками Харьковской области, и большинство транспортных средств с прицепами, загруженными, награбленным имуществом, а за рулем российские военные. То есть они там мародерят в открытую, уже прям не стесняются, это все вывозят в таких масштабах вещи личные украинцев прям за границу в России. Да, конечно. Ну, это было, в принципе, изначально. Смотрите, они даже гривну оставили там в течение полутора месяцев, она как бы свободно была в обиходе, но это не потому, что они шли навстречу людям, а потому что они просто банально разграбили банковские отделения, отделения Укрпочты, ну, банкоматы повскрывали, соответственно, вот у них была какая-то наличность, которую нужно было во что-то превратить, или в валюту, или в какие-то товары для последующей перепродажи. Поэтому то, что мародерство там происходит с первых дней, ну, мы это видели и на примере наших больниц, когда они срывали современное оборудование, которое мы поставляли еще в приемное отделение, то есть современные МРТ, современные КТ, просто их срывали, грузили на грузовики, вывозили в сторону Луганска. Продолжение следует...